Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард, и сегодня мы заканчиваем проходить The Wolf MNCAS, пятый эпизод. Ну, естественно, я записываю полностью весь эпизод, потом дроблю на несколько серий, поэтому конкретно этот ролик, который вы сейчас смотрите, не последний, но все же, для меня это последний заход. Вот, обычно я перед прохождением следующих эпизодов пересматриваю предыдущие, вот, но тут не успел, короче, вот, я только успел посмотреть 45 минут третьего эпизода, а я же записал и четвертый подряд, вот, в общем, не пересмотрел предыдущие эпизоды, ну ладно, прошло все равно меньше недели, кажется, или нет, а нет, больше, полторы уже прошло, точно, у меня же там, у меня же недели не было, ну, в общем, в общем, я соскучился. Я хочу уже закончить игру, мне не терпится завершить этот путь, вот, немного грустно, конечно, но всего доступает конец, хочется увидеть развязку истории, что я хочу сказать. Предыдущий эпизод закончился на том, как мы встретились со скрученными ядечкой, как он нас, он не пригласил, а мы, а мы сами его нашли, а он нас ждал, вот, и там вся вот его банда сидела. Ну что ж, все, говорить больше только нечего, давайте уже начнем, закончим, начать пятый эпизод, волк одиначка. А сейчас портопит река, почему здесь всегда так громко, именно повторение, когда показывают? У меня что-то вот очень сильно болит ноздря вот здесь, чуть-чуть я приболел, ну, такая погода уебища, просто, вот, и кашель, и насморк, но вот здесь прям ноздря болит, вот, прям болит ноздря, неприятно. Я не понял, вы решили мне подробно все пересказать, что-то как-то, главное, пересказывают, еще и чередуясь. Ну, давайте быстрее, пожалуйста, я не хочу это все смотреть еще раз. Нериса всегда с таким лицом, поникшим, вот этого еще везет. Мы просто разрушаем дерево. Нет! Мы не разрушаем дерево, Снег. Я помню свои выборы. Эй, вы не действительно будете отправить меня в фарм, да? Здравствуйте, милый. Спасибо, что вы мне показываете, но... На самом деле, несколько моментов важно показать. Хотя нет, вот только последние были важны. А, ну, еще там, трабл, типа, что они убиты. Ну, короче, не все из этого важны, я думаю, выборы. После веры я там вообще ничего не решал. Быстрее, пожалуйста, что такое, в обдом? Бигби, ждите. Когда ты получишь крокодого человека, 確かに, что ты вернешься домой живым. Он должен стоять в тремле. Я только такой, как ты его голоса. Они даже не знакомы к кому-то. Почему бы не присесть шриф? Почему бы тебе не присесть? Эта заставка у меня играет в голове, на самом деле, уже какое-то время. Так, чуть-чуть подправлю вот так вот. Эх, пятый эпизод. Волк среди нас. The Wolf Among Us. Вот. Почему мне не показали, что я согласился присесть? Там был выбор, типа, садиться, не садиться, послать его, не послать, что такое. Я сел. Ну, ведь сел вроде, да. Типа, давай поговорим. Я такой, ну, давай поговорим. Так, секундочку. И все хорошо. Эпизод пятый. Волк-одиночка. Вы проделали долгий путь. Должно быть, вы устали. Логово у скучной дядечки. Ночь. Если мои источники не врут, в последнее время у вас было не так уж много времени на отдых. Приготовились еще по нам полить средними пулями. Пожалуйста, шериф, расслабьтесь. Ладно? А, ну. Не хотите что-нибудь выпить или поесть? Нет, получается, это тварь. А я думаю, сел. Почему стоит? Ну, ладно. Эта мразь проститутка. Ну, не проститутка, а вот это все там. Я не помню, как их зовут. Вивен, да? Ладно, потому что вот этот ее сутенер. Ну, не сутенер, я так и не понимаю. Она, типа... Я понимаю, она не проститутка, но она на него работает. Короче, похер. Так, чуть-чуть. Ну, все равно вот так вот как-нибудь сделать. Ну, что же, вот там вот... Окно было закрыто, потому что сейчас прохладно. А все равно слышно так. Ну, ладно. Вот. Запили меня, в смысле, короче, в компашке этого дядьки не только сам сутенер, но и вот это Вивен. И я просто помню, она же была на похоронах Лили. Вот тварь елбанная. Вивен замечательно готовилась. Очень даже. Вот, скажем, и карпаччо. Вот лобстер. Филе. Что ж, можете сказать спасибо и хотя бы присесть. Я здесь только по одной причине. И это не твоя ебаная еда. Правда? Ага. Что ты творишь? Он, мистер Волк, наш гость. И я собираюсь с ним сотрудничать. Не трать серебро. Ссять, Джерси. То есть они хотят, чтобы его человека был еще и шериф. А ты раньше не мог? Ну, наверное, они понимали, что он такой своевольный, неподкупный. И поэтому они к нему не лезли. Но ты думаешь, сейчас это сработает? Ну, давай, послушаем, что ты нам предложишь такого, что мы аж согласимся. Ну, вообще, что будет вероятность того, что мы согласимся. Я, наверное, слишком громко сделал, поэтому мне голоса очень режут слух. Типа, или он слишком четко сейчас говорил и... Ну, ладно. Я делаю чепотише. Итак, шериф. Вы не могли бы внести ясность и рассказать нам, зачем пришли? Думаю, это поможет сохранить всем нервы. Ты знаешь, зачем я здесь? Кто убил тех девушек? Каких девушек? Вера и Лили, девушки, работавшие в сладком десерте. Разве? Я думаю, что уверенность, с которой вы меня обвиняете, должна быть основой на каких-то доказательствах. Не так ли? У вас есть улики? Бля. Ну, первое, я точно нет. Я знаю, что ты это сделал, это... Мне не нужны, так сказать, это... То есть, это из одного разряда, нет, такое не буду говорить. Джерси, с Джерси это говорил, блядь? Я не помню уже. Вот я говорю, я не пересмотрел эпизоды, я не успел времени ни на что. Ладно. Или свидетель? Мм? Вот почему он сказал мне, что это сделал ты? Это ебаная ложь, я не говорю ничего подобного. Все хорошо. Я сказал только то, что это ваш город, и ничего не произошло бы без вашего одобрения, ясно? На этом все. Если бы это было правдой. Все девушки, без восторга признаю, что они были убиты моим работником. Это очень неприятная часть дел, но я обещаю, что этот вопрос будет решен. Между нами. Я просто хочу решить для вас это. И уверить в вас, что с ним покончено. Вам больше не стоит беспокоиться. Я знаю, кто это сделал. Я не знаю, кто это сделал. А, типа мы на него хотим надавить. Ладно. Неприятная часть дел, ты прямо сейчас скажешь мне, кто их убил. Шериф, я уважаю вас и вашу работу. Надеюсь, вы это понимаете. Но я не имею права разглашать данную информацию. Вам не стоит об этом волноваться. Как я уже сказал, все под контролем. Нет, я разберусь с этим. Прямо сейчас. Ага, верно. Ты правда думаешь, что мы ведем с тобой переговоры? Человек сказал, что позабоится об этом. Так почему бы тебе не понять намек и уйти? Тролля-ля, пожалуйста. Я выхожу из себя. Ты ведь не хочешь все усложнять? Раз там был вариант ударить его, мне кажется, в итоге все закончится потасовкой в любом случае. Думаешь, я тебя боюсь? Ты так бы не смеялся, тролля-ля. Если бы я убил тебя нахуй в третьем эпизоде. Ты всего лишь... Достаточно. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но в интересах сохранения нашего альянса... Если хотите знать, то это был Джорджи. Ну, я... Когда он сказал, что это был... Ну, что... Это соверш... Блять. Что это сделал мой человек, я сразу подумал, что это, наверное, и был Джорджи. Их суть у него. Пиздать я. Однако, как я уже сказал, я сам разберусь с этим, если вы не против. Джорджи. Ты получил, что хотел, так что... Сядь. Сейчас. Сейчас. Честно, как он их всех построил? Типа, они его прям слушаются. Для них авторитет. Да, нихуя, и что? Теперь следовало не совать свой нос куда не надо. Джорджи. Ты кусок говна. Мне следовало догадаться. Послушайте, дело в том, что Джорджи неправильно понял мои указания. Неправильно понял. И я хочу сделать все правильно. Так что давайте что-нибудь придумаем. Что значит придумаем? Я под защитой, верно? Твоя защита имеет границы. И ты пересек. Ты смог убить кого-то так хладнокровно? Ты, блядь, попросил меня сделать это? Я не смог. А затем попытался обвинить в это меня. Ты будешь молчать, пока мы будем решать, что с тобой делать. Это чушь. Вот что это. И вы позволите ему сделать это? Так что скажете, Шрифт? Мы можем вам говорить условия? Вы можете забрать Джорджи. И считайте это подарком, как залог нашего дальнейшего сотрудничества. Какого черта? Берите этих ублюдков. Сика. Это не я начал. Не создавай проблем, Джорджи. Ты серьезно хочешь послать меня на верную, блядь, смерть? После всего, что я для тебя сделал? Никаких сделок. Все кончено. Вставай. Я бы не советовал этого делать, Бигби. Ты не можешь так просто сдать меня. Какую хуя? Ты обещал, что будешь прикрывать нас? Это незначительных нарушений. Но убийство это слишком. Просто иди с ними, Джорджи. Ты подставляешь нас всех. Что с вами, люди? Вы правда хотите просто так его отдать? Вы думаете, меня ебет, что я тот, кем вы, блядь, себя вообще возомнили? Убьюшки, вы метайся отсюда. Я прошу прощения, Шрифт, но мне кажется, вам сейчас лучше уйти. Пошел нахуй. Я ни за что с ним не пойду. Ты издеваешься. Дело окажется, сейчас я иду не очень хорошо, так что я бы учил, чтобы вы не видели этого. Ты можешь пойти и присоединиться к тем шлюхам на дне озера. Но он никуда меня не заберет. Я волю на вас на одну полюцу дерьма, прежде чем это произойдет. О чем ты говоришь? Да какого хрена? Хочешь убедиться, что мы пойдем на одном месте с тобой? Да я говорил тебе. Ты испытываешь мотивопередскую челечку. У меня нет времени здесь шароебиться. Я от все могу обратить так хорошо. Но тебе нужно было все усложнять. Честно говоря, я никогда не умел вести переговоры. Зачем договариваться, когда можно все решить самостоятельно? Так. Здравствуй, дорогуша. Я пропустил, а что-нибудь интересное? Ну, ничего себе. Тебя уже подолтали. Блядь, ну инвалид нахуй. Все на одного. На нахуй. Нормально. Лови. Блядь. Кнопку потерял. Тебе конец, волк. Ну же. Здесь нам больше нечего делать. Понятно. Без разницы на кого. Должен сказать, было приятно познакомиться. Хуй знаю, кто это сказал, я не понял. Он скрючен. О, о нет. Ну же. Уходим. Похоже, мы их бы все грохнули нахуй. Но это не гуманно. И как-то... Ну, если у них есть смертная казнь, то надо их повязать. А там уже... Тогда может и казним. Что хотел сказать. Какой-то не сильно эмоциональный, да? Наверное, просто немножечко... Атук. Вот. Ну, нормально. Сейчас разберемся. Еще полтора часа играть. Ну, хотя нет. Вроде пятый эпизод короче все. Как я видел. Ну, ладно. В общем, еще играть, играть. Ну же, Джорджи. Блядь. Я знаю. Я знаю. Давай. Лови нахуй. Твою мать. А дядечка-то куда делся? Уже съебать на форуме? Отдельно от них. Первый эпизод после десент закончился. Что, блядь? Что за шкала влезет? Тебе мне нельзя медлить? Ладно. Нихуя себе интерактивчик. Он, блядь, долго уворачивался. Слушай, чел, а ничего, что ты в таком облике бегаешь? Блядь, жаб скажет, ну ты охуел. Вот. Типа, на меня гнал. И за чар. А сам. Бегает в таком облике. Ну, тут до хера времени дают, конечно, отреагировать. Ай-яй-яй-яй-яй. Что здесь? На весь город светону. Своей... Мех... Как-то куда. о я на ту машину попал в листоват из-за типа что это такое скинь его я не могу заперёд спасибо что за пиздец ну все точно а 9 это делай это ты серьезно делай это он не двигается продолжай буквально правда перевожу ну ладно суть верно это еще ладно разобрал при вы серьезно идем и че ты сейчас медлишь во первых они очень странные что они взяли и приехали на итоге на свою точку это очевидно было что вы сюда пригоните здесь вас бои искали в первую очередь во вторых почему бигби остановился что что изменилось блять они на ладони как на ладони были ну и в третьих а что он сейчас делает при одеться решил как удачно что одежда прям такая же а нахера дружелюбина так решил что успокоился ну ладно давайте все смотрим раздают возможность ни хера себе ты нормально такому брюху спору вам же сказание ему похуй выживет ну окей и больше ничего давай машина дружи следовать а то есть если бы сейчас на машину скучной девочки попал я бы с ним поехал бля я неудачно попал так я же не знал что ты муж не исключен блять пойдем нельзя здесь оставаться погоди мне нужна минута ой ты блять черт ты загибаешься что ли привет тебе я надеюсь что ты поймешь что к чему тебе нужно скручен дядючика но конечно ты слишком тупой что бы это понять да я блять ошибся а может я тебе нравлюсь и ты не хочешь меня отпускать Так и, Шрифт. Надо сперва попрощаться. Я забираю тебя, Джорджи. Пойдем. Ты меня понесешь? Пожалуйста, Шрифт. Разве этого не точно? Посмотри, он умирает. Вильяна, ты не знаешь, что делаешь. Я стараюсь помочь тебе. Хватит уже. Я арестую тебя, если придется. Давай. Это не его вина. Он убийца. Вера и Лили. Из-за него они мертвы. Слушай, я знаю, он сделал хорошего, как и все мы. Что? Этим Ленточками заставил их молчать, а потом убил их. Да и ты сама так уносишь. Тебе это никак не волнует? Знаю, что этот человек убил. Конечно волнует. Эти девушки были мне... Так значит, это моя вина? Ты ебаная? Я не хотела. Ты тоже собираешься оставить меня в волку на сиденье? Ты же знаешь, что у меня не было выбора. Какого хуя? Я сделал то, что должен был. Ты не можешь обвинять меня в этом. Слушай, я просто... Иногда нужно просто делать то, что тебе говорят. А потом все возвращается к тебе, потому что какой-то ничем исключенный будет. А говорили, что ты ни хера не можешь. Зачем тогда ты это сделал, а? Если это не твоя вина. Какого же хера тогда произошло? Я хочу узнать уже наконец-то правду, блядь. Слушай, Вера и другие собирались свалить от нас, чем скрюченный дядечка был не очень доволен. Ну конечно же, большой босс не захотел марать в свои руки, поэтому сказал мне, чтобы я позаботился о них. Нормально он так скинул, типа. Вот, вот, ну... Я так и знал, что он ему сказал именно так. И тот позаботился о них, но... И сейчас он его так слил, типа. Ну, скрюченный именно это и имел в виду. Вот. А сейчас он его дупо подставил, типа. Шериф, ну раз такая ситуация, ну вот тебе на съедение жертва, а нас оставь в покое. Заебись, заебись. Не пройдет, ребят. Ты думаешь, что я не знаю, что это значит? Или я сделал, что сказали, или позаботятся обо мне. Так что я убил, и убил бы снова. Ведь это не моя вина. Скрученный дядечка отдал приказ, он сказал мне убить их, а потом, блядь, сдал меня. Вы оба можете загнить в аду. Джорджи, думаешь, я не виновен? Я не виновен, я просто хотела... Я знаю, что ты хочешь сделать. Все равно ты ответственный, никто тебя за руку не уехал, не заставлял этого делать. Ладно, верь во что хочешь. Я вижу, ты уже принял решение. Неважно, правда это или нет. Давай, ну и судь меня. Но это не вернет Билли или Веру. Это не освободит твою подружку Нерису. Ай, вы же козел, отпущение. Подружку Нерис. Наверное, так легко быть тобой. Просто приходишь, обвиняешь меня во всем дерьме. Работа сделана, да? Джорджи плохой парень. Это он во всем, блядь, виноват. Я не говорю, что ты во всем виноват. Но что я должен был сделать? Ты не знаешь, какой это Билли. Ты сам в это везлался, чёр. Блядь. Не освобождать тебя от ответственности. Никак. Откуда тебе знать? А в итоге ты ничего не лучше его. Приходишь, говоришь о вариантах. Тут это так просто. Перестань жаловаться и ответь за садение. Ты убил Веру и Ливи. Ты повесил на шеи эти ебучие ленточки. У тебя была возможность отпустить их. Но ты этого не сделал. Ты не знаешь, что за тираней несёшь. Если бы я их отпустил... Что я должен был сделать? Убить ее? Джорджа не надо. Или они, или Вивиан. Скажи мне, если бы я с тобой... Если бы Ливи знали, что она должна умереть... Ты всё ещё думаешь, что у меня был сраный выбор? Что ты делаешь? Я же сказал. Ты... Да ты вообще ни керен знаешь. О чём ты говоришь? Вот первый источник. Девочка... Девушка с ленточкой. Уверен, ты слышал? Не можешь снять её. Не можешь слышать об этом. Она использовала свою ленточку, чтобы сделать больше. Чтобы наши девочки молчали. Для абсолютной наглядности. Ты обещал, что не расскажешь. Вся магия соединена с этой маленькой штукой. Сними её ленточку и закрепите снятым. Они все свободны. Но знаешь, что с ней произойдёт? То же самое, что произошло с Верой. Так что не надо приходить и говорить, что я облажался. Какой хер от Джорджи? Мы должны были приглядывать друг за другом. Мне не чувствуют. Я доверял тебе. Ты не можешь менять в меня. Ты тоже не слитая. Я знаю, но надо было сделать именно так. Ты меня продал. Тогда добро пожаловать в клуб. Ты должен понять. Никто не должен был умирать. Когда мы устроили это место, это были всего лишь слова. Уловка. Мы гарантируем негласность. С этого всё и начиналось. Это должно было быть наше место. Мы собирались быть главными хотя бы раз. И никто не должен был нам помыкать. Нами помыкать. В этом был смысл. Потом появился скручить дядюшка, и всё, обратилось в говно. Ну, так, теперь ты понял, почему я не мог просто... Если ты думаешь, что всё так просто, так давай, вперёд. Убери. Что ты делаешь? Сломай закрятие. Спаси ебучее положение. Хватит. Я уже говорил, иногда все варианты дерьмовые. Что ты, блядь, теперь надо делать? Мы найдём другой способ. Она... Она не должна умирать. Может, ведьмы смогут... Не говорите обо мне, как будет меня... Нет, пожалуйста. Думаешь, тебе сложно? Тебе сложно? Моя жизнь разрушена. И это на твоей совести. Можно мне сказать? Это моя жизнь. Ну... Сейчас. Это моя жизнь. Как будто я вообще была твоей, чтобы ты мог меня отдать. Я не собираюсь, а просто закнись. Вивен, я не собираюсь тебя убивать. Я знаю. Погоди. Меня тошнит по тому, что я считаю, что могут делать что угодно с моей жизнью. Сейчас сама выпилиться, что ли. Я думала, что тут всё будет иначе. Но всё по-прежнему хуевам. Вивен, я не хотел. Думаешь, я хотела делать всё это? То, что я сделала с Верой и Лилей. Со всеми. Вивен, подожди. Я... Каждый день мне приходится смотреть Гвена и Гансу в глаза, притворяясь, что мне плевать. Наплевать. Мне приходится забывать про то, что я сделала с ними. Что забрала у них. Я смотрю на Норису и ненавижу себя. Вивен, я не могу больше притворяться. Что ты делаешь? Вивен, нет. Вивен, нет. Блядь. Нет, 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 нет. Ебашок у... Бивен. Зачем ты это сделала? Вивен. Вивен. Чёрт. Чёрт побери. Пиздец. Пиздец. Вивен. Я, блядь, не хотел этого. Я просто... Чёшь? Ну, по крайней мере, Нориса свободна. Ну, блядь. Думаю, ничего бы уже не случилось. Живена с этой ленточкой. Мы и так всю правду уже узнали. Ну... История Вивен. Девушка с ленточкой. Я говорю, блядь, не знаю, кто это такая. Вот. Вивен была первой носительницей проклятия фиолетовой ленточки. Если ленточку снять, это придёт к смерти, а любая попытка заговорить с ней, о ней тут же будет остановлено. Заглядание на ленточку. Время шло, Вивен пыталась жить нормальной жизнью. В конце концов, она даже вышла замуж за одного хорошего парня, но его постоянно беспокоила ленточка у неё на шее. Несмотря на её просьбу забыть о ней, ночью, пока она спала, он попытался снять ленточку. Как только он потянул за край, Вивен проснулась и поняла, что хотел сделать её муж. В панике она выделила ленточку и не дала той развязаться. Находясь в бешенстве, она пыталась сказать ему, что он чуть не натворил, но он не мог её понять. Она осознала, что не может ему больше доверять, и ушла. Всё оставшееся время в родных землях она прожила одна, предпочитая безопасность, безопасную изоляцию и риску очередного предательства. Ой. Ой, из-за того, что говорю, приболел, не особо отчетовано. Мне сейчас комфортно, ну ладно. Ах, блядь. Вставай. Вставай. Я так не думаю, Биль-Биль. Что за пиздец, почему не ледниться? Я сдохну здесь. Думаю, мы оба это знаем. Просто сделай так, чтобы скручить дядечка, мучиться не меньше моего, когда он найдёшь его. От мудуха его хорошенько, ладно? Ради нас обоих. Ты знаешь, что этот блюдок того заслужит. Блядь, мы его убили ведь, по сути. Дай слово умирающему. Задай ему жару. Не волнуйся, скрученные дядечки. Старый литейный завод у реки. Понятно? Металлургия Шепрадок. Он будет там. Ёбаный мудок. Теперь хочешь меня прикончить? Или ты хочешь меня сперва попинать? Отогрёшь конечности, одну за другой. Ты не хочешь поступить, да? Ты так хочешь поступить? Что бы то ни было, давай быстрее. Я не собираюсь здесь больше оставаться. Я не такой. Так докажи. Больше никаких игр, ладно? Мы оба знаем, что это конец. Давай уже быстрее. Я знаю, что я натворил. Давай, не отягивать момент. Ладно, Джорджи. Просто и так мы его убили. Как-то выглядело не очень безболезненно. Пиздец, блин. Просто пиздец. Навели тут. Сладкий десерт. Место Вивианы и Джорджи. Вивианы и Джорджи встретились во время исхода из родных земель. Они помогали друг другу выжить в долгом путешествии и в мир простаков. После того, как они добрались, они поняли, что приличной жизни будет нелегко добиться. С теми деньгами, что у них были, они открыли клуб «Сладкий десерт». Управлять стрелок клубом не самое подходящее занятие, но они решили, что лучше уж управлять им, чем в нем работать. Под конец пошла жесть. Что на рису-то встретим? Нет, не встретим. Ну ладно. Сладкий десерт закрылся навсегда. Что комментировать? Больше не что комментировать?